С 1 января текущего года вступил в силу федеральный закон об отмене универсальной электронной карты как обязательного инструмента о предоставлении государственных и муниципальных услуг. Мининформ политики Чувашия совместно с уполномоченными ведомствами объяснили, как будут использоваться уже выпущенные универсальные электронные карты. Закон внедрения универсальной электронной карты был принят в 2010 году. В России ее начали выдавать с 1 января 2013-го. Чувашия картой пользуются более 17 тысяч человек. В 2016 году с помощью УЕК, универсальной электронной карты, было совершено 228 700 поездок в республике за 2016 год. В том числе из них троллейбус гор Чебоксара 211 тысяч, то есть 92% это проезд на троллейбусе в Чебоксарах. Пассажирский транспорт Чуваш-Автодранс 11800 человек, 5%. Троллейбус у Новочебоксарска около 3 тысяч, полтора процента где-то. И маршрутные такси гор Чебоксара и Новочебоксарск около 3 тысяч, тоже где-то полтора процента. Выпуск УЕК с 1 января текущего года прекращен, но участники брифинга уверили, все, у кого эти карты есть, могут продолжать ими пользоваться до окончания срока действия. По-прежнему УЕК принимаются во всей инфраструктуре банков участников системы. С ее помощью можно оплачивать проезд в общественном транспорте. УЕК также заменяет пенсионные свидетельства. С ней можно прийти на прием в любое медицинское учреждение. Карта, выпущенная сроком на 5 лет, действует до истечения срока действия карты. На всех уеках нанесен номер страхового полиса. И по этому номеру страхового полиса, вот здесь нанесен номер страхового полиса, и предъявляя его в лечебное учреждение, любое лечебное учреждение вас обязано принять. Те, у кого нет оригинала страхового медицинского полиса, могут получить его в страховой компании, независимо от наличия универсальной электронной карты. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика.